Девушки отдыхают Кое-какие старости, такой своеобразной и неизменно самобытной области независимого игростроя Всем привет! Несмотря на то, что теплые деньки только-только окончательно начинают вступать в свои права Складывается ощущение, что индустрия уже подумывает о летних каникулах Да, событий за прошедший месяц действительно случилось мне так уж и много Но поговорить все-таки есть о чем Как всегда С вами StopGame.ru в лице Глеба Мещерякова И Ивана Лоева Начинаем И начнем мы, пожалуй, с первоапрельской шутки Которая впоследствии оказалась вовсе и не шуткой И, возможно, именно в этом заключалась шутка В общем, полнейший инцепшн Постарался Эдмунд Макмиллен, заявивший о том, что The Binding of Isaac Rebirth в скором времени появится на Nintendo 3DS, Wii U и Xbox One Все вроде как посмеялись, а потом встретили документальное подтверждение с фоткой геймплея на Wii U А что там по поводу обещанного дополнения, спросите вы? Все с ним в порядке, ответим мы Этот читался о том, что более 100 новых предметов для Автобиофф уже достигли работоспособного статуса, а релиз DLC планируется на середину или конец лета Ну, значит, где-нибудь осенью, скорее всего, выпустят Кстати, чуваки, ответственные за новое музыкальное сопровождение, что будет помимо всего прочего в Автобиофф Заявляют о том, что собираются пошатнуть ни много ни мало устои музыкального искусства Звучит, мягко говоря, самонадеянно, но послушать будет все равно интересно Да и поиграть, в принципе, тоже, если только слишком уж большую цену не заломят Так оно ж, как оказалось, бесплатным будет, но почему-то вроде только для тех, у кого есть Wrath of the Lamb Поэтому непонятно, каким образом оно будет распространяться на новых платформах Ладно, поживем увидим Переходим к другим новостям, хватит уже о базике Занятный проект нарисовался на территории бесплатных игр Называется он Dexter Morning Routine И в полном соответствии с названием повествует о каждодневном процессе пробуждения знаменитого добряка-маньяка Декстера Если вы о таком не знаете, то добро пожаловать в интернет Впереди у вас еще много интересного Ну а те, кто Декстера знают, наверняка помнят заставку каждого эпизода В которой нам с этаким междустрочными намеками показывали, как Декстер бреется, готовит себе завтрак и в целом начинает свой день Именно повторением всех этих действий нам и нужно будет заниматься в игре, по сути являющейся point-and-click адвенчурой Цель – набрать 330 очков за полное соответствие оригиналу В общем, вам, фанаты! А фанатам киберпанка стоит обратить внимание на недавно анонсированный проект под названием V-Next Это тоже адвенчура, но уже еженедельная эпизодическая Кадров реального геймплея пока не завезли, ограничившись видеотизером и кое-какими художествами Ну и поведали, что игра выполнена в правильном духе бегущего по лезвию Действие развернется в Сиэтле будущего и все необходимые атрибуты типа злых корпораций будут на месте Интересно будет глянуть на геймплейный трейлер, хотя его, возможно, еще придется подождать Релиз эпизодов намечен на конец текущего года Релиз Арми Крок, духовная наследница незабвенного Неверхуда, намечен на черт знает когда Учитывая, с какой скоростью создатели делятся с общественностью подробностями разработки Однако, судя по тому, что все-таки делятся, процесс идет Вот и сейчас в сети появился геймплейный ролик, разглядывая который можно прослезиться от ностальгии А потом снова взять себя в руки и ждать релиза самой игры А продолжает тема ожившей милоты проект Little Devil Inside Повествующий о приключениях профессора, изучающего всякие паранормальные явления Говорят, в геймплейном плане нас ждет экшен-РПГ в большом и необычном мире с кооперативом и еще какими-то онлайн-плюшками Но главная плюшка проекта на данный момент, это, разумеется, визуальный ряд в трейлере Все поклонники творчества Тима Бертона должны оценить Little Devil Inside уже пробилась через зеленые двери Гринлайта и активно собирает деньги на свое существование на Кикстартере Хотя, как по мне, создатели могли бы сначала разобраться с финансированием, а потом выдвигать проект в стиль Ну, может у них есть какой-нибудь план Б по вопросам финансирования? Мне кажется, проект достаточно интересный, чтобы его кто-нибудь приютил на своей груди Однако, идем дальше Проект Uncanny Valley призван переосмыслить роль смерти в игре и научить игроков жить с их косяками Иначе говоря, смерть героя не будет означать конец игры В Heavy Rain уже было что-то такое Ну, там не всегда фейлы приводили к смерти, но, наверное, что-то такое С тем лишь отличием, что здесь перед нами адвенчура с большим выбором всяких методов взаимодействия с окружением В этом смысле напоминает, кстати говоря, Bloodborne Только с бюджетом поменьше Ну и напоследок, весть из стана Ice Peak Lodge Ледоруба отменили разработку Мора? Нет, как раз-таки наоборот Работа кипит Был запущен новый сайт игры, где уже заплатившие на Кикстартере или нитях могут активировать свои... Как там это называется? В общем, позиции С помощью кодов, которые участникам разослали на электронную почту А во-вторых, сбор средств продолжается И при желании и возможности проект можно дополнительно поддержать А при другом желании можно перескочить в препарацию Чем я и предлагаю заняться Признаться, я как-то уже и отвык предоставлять препарацию целиком и полностью в распоряжение фена Когда такое в последний раз случалось? Ух, и не вспомнишь Ничего толкового так не откопал? А вот откопал Точнее даже не откопал, а так Подобрал прям с поверхности Миниатюрный сборник логических задачек под названием Hair in the Hat Стоит он каких-то 59 рублей и проходится за полчаса при должном старании Это из оперы казуалок в духе «Я ищу скрытые предметы на экране»? Не, именно что просто череда стандартных и не очень логических заданий Распиханных по углам одной единственной локации Конечная же цель – спасти кролика, удерживаемого в неволе злым фокусником В общем, рассусоливать долго тут нечего Обычное такое развлечение для мозгов, без особых прикрас Кого-то может сконфузить тот факт, что условия мини-игр по сути толком не разъясняются И если что-то непонятно, то до истины приходится допирать методом тыка Я, например, так и не понял, почему в загадке с настройкой радио выигрышная позиция именно такая, какая она есть Откуда я должен был выяснить нужные цифры для установки – непонятно И мне, кстати, это реально интересно, так что если кто-то может разъяснить, напишите, пожалуйста, в комментариях Ну а в целом-то впечатления от игры положительные? Скорее нейтральные Думаю, среди логических казуалок можно найти гораздо более интересные и качественные работы Так, ну и, собственно, я стрелялся и со спокойной душой уступаю тебе, так сказать, место у микрофона Спасибо Первым делом хочу заметить, что грустно в этом месяце все с релизами как-то Ничего такого вот прям вкусного и интересного практически вплоть до начала работы над выпуском не вышло Но потом внезапно релизовалось Titan Souls и вселенский баланс вернулся на круги своя С него, я так понимаю, ты и начнешь? Не, начну я с чего-нибудь полегче Вот, например, Please Don't Touch Anything Игра о том, как не надо ничего трогать Я вот, кстати, на нее поглядывал, интригующее название, только не понял, что там делать надо Как вариант – ничего Правда, это только одна из концовок Концепция игры вообще довольно занимательная и простая одновременно Перед нами есть пульт Некто за него ответственный отошел не то в туалет, не то налить себе чайку-кофейку И оставил нас здесь, попросив ничего не трогать А дальше уже начинается веселуха Изначально на экране есть только одна кнопка и некий экран, на котором изображен город И первое, что обычно делают люди – это взрывают его Ну а что еще может сделать большая красная кнопка? Так-то да Но она же умеет спавнить отвертку, молоток и многое другое Суть прикола вообще в том, что здесь надо по-разному взаимодействовать с элементами на панели Чтобы открывались новые элементы и в итоге все это будет приводить к различным концовкам И с одной стороны это довольно увлекательное занятие, потому что от буквально каждого клика может что-то произойти И разнообразных событий буквально вагон Но очень скоро начинаются проблемы Например, появляется цифровая панель на телефонный маминер с циферками от 0 до 9 И на ней можно набрать код из четырех цифр И суть в том, что среди тысячи комбинаций результат приносит только 4 или 5 И на экране вокруг ни слова о том, какие эти комбинации могут быть То есть я сначала очень долго ковырялся сам, пытаясь подобрать что-нибудь Потом залез в прохождение, там вычитал, что надо вводить Вернулся и долго пытался понять, а как я вообще должен был догнать Что вот это вводится, а не что-то другое И что именно у этого сочетания цифр есть какое-то определенное значение для этой игры Пойди, есть где-нибудь какие-нибудь подсказки? Я вон вижу какие-то строчки, вон звездочка нарисована Ну да, на экране есть какие-то не очень внятные пометки Но не знаю, я их не расшифровал, видимо Звездочка вот только понял, там в одном моменте ее надо будет нарисовать Но в целом, в любом случае, пометок получается пять, а концовок около десятка, а то и больше В общем, без помощи со стороны, по-моему, я бы всего две очевидных концовки открыл и все Что несколько угнетает В остальном, довольно забавная хреновина с приятной пиксельной графикой Отличным, кстати говоря, музоном, которого для подобной игры тут даже как-то много Практически на каждую концовку есть собственная тема И в целом, я бы сказал, что это штука для фанатов серии Grow Флэш-игр, где в подобном ключе все происходило на одном экране О ней, кстати, наверное, в рамках долгого флэш-ящика можно будет рассказать Но это не раньше, чем через пару месяцев Ну да, ладно, двигаемся дальше Пародия на все на свете молодежные хорроры Lakeview Cabin уже светилась у нас в выпуске как-то раз И игра оказалась реально заслуживающей внимания Происходящее довольно ясно и просто Есть локация, есть набор персонажей, между которыми можно в любой удобный или не очень момент переключаться И они могут ходить и что-то делать Веселуха заключается в том, что в лучших традициях убойных каникул Первые пару раз всех своих чуваков я убивал вообще сам Пока разбирался с окружением, управлением и остальным И на самом деле это довольно забавный опыт Но я так понимаю, в этом цели не стоит? Нет, конечно Хотя, опять же повторюсь, это было бы забавно Но потом на охоту вышел товарищ маньяк И я понял, что все не так просто В целом, игра оказалась как раз таки про борьбу с этими вот маньяками Которые бродят по локации и ищут себе жертв Делать это далеко не так просто, как могло бы показаться Потому что почему? Потому что под управлением у нас находится не отряд спецназа, а простые люди Которые в лучшем случае могут что-нибудь там кинуть в обидчика И как же быть? Использовать окружение самыми разными способами Разлить и поджечь бензин, раскидать грабли и прочее, 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 прочее Не хочу шибко вдаваться в подробности В целом, Lakeview называть мастхевом или чем-то близким я не могу Она довольно топорная местами и странная Та же молчаливость персонажей, когда дружественный чувак бьет другого дружественного Нифига не порадовала Но хочется верить, что свою аудиторию игра в конечном счете обретет Ясно И вот теперь переходим к душам титанов Нет, сначала небольшая заметка по поводу Айм Бред, вышедшей в релиз О, так быстро? Я уж думал, в лучших традициях раннего доступа нам этого события ждать придется года два Нет, не пришлось С другой стороны, и об игре теперь сказать толком нечего Это реально веселая физическая песочница, которую хочется сравнить с Октадедом По структуре, так сказать, повествовании и ряду особенностей типа необычного управления Но уступающая он ему в чем-то Точнее как В плане сюжета она однозначно слабее Потому что его нету Но вот в плане интересности управления все же более забавная и многогранная вещь И выделить в релизной версии, по сравнению с тем, что я уже говорил, здесь я могу только появившиеся ачивки А я могу выделить разве что беззвучность этого релиза, как, впрочем, и многих других Таков он этот ранний доступ Итак, что-то вроде жемчужины сегодняшних блицов Titan Souls Игра отлично сочетающая в себе... Хотел было что-то сказать про черты серии Souls, но что-то как-то нет Чую, что это слово добавлено здесь исключительно как уловка, потому что многого в чем крутые Souls игры тут нету Суть Душ Титанов в том, что это по большому счету демейк Shadow of the Colossus Игры, которой без малого десять лет и где ровно как и здесь нам предстояло бороться с боссами и только с боссами Других простых врагов здесь нет И это интересно? Да, во-первых, потому что боссы разные И под словом разные я подразумеваю реально очень высокую разность в их агрессивности и методах уничтожения Один, например, представляет из себя что-то вроде шахматной ладьи И двигается по шахматной доске только по горизонтали или вертикали Другой это кусок льда, который надо сначала растопить Причем еще догадаться как это сделать Третий это желеобразная масса от каждого попадания делящаяся на две капли поменьше В общем, разнообразие во все поля Во-вторых, механика игры напоминает по сложности Hotline Miami То есть игрок умирает с одного тычка Ровно как и босс Но надо только умудриться этот тычок произвести ему Еще одна фича заключается в том, что в луке у героя есть только одна стрела, но при этом она умеет возвращаться Хм, и насколько это все сложно? Ну, для меня, как для инвалида высокоскоростных разборок, это оказалось весьма сложно Честно говоря, я пока что ни одного босса не убил Несколько раз был близок, но что-то обязательно срывалось с крючка В этом смысле, кстати, тоже есть непараллельность серии Souls Там все довольно неспешно, и в итоге проблема не в том, чтобы успеть что-то нажать, а чтобы придумать в какую сторону правильнее валить в той или иной ситуации В остальном же игра замечательная И музыка, и пиксельная графика, все это крутотенская Так что если вы не слоупок, и игры любите за геймплей, то Titan Souls как раз-таки пример небольшой, но очень цельной в этом отношении штуки Так-то, пойдем в долгий ящик, я что-то устал трепаться Как известно, природа любит баланс Закон сохранения энергии еще никто не отменял, и все такое Так что, раз уж Фен так активно разглагольствовал в препарационной То мне суждено в кои-то веки встать у руля долгого ящика Соскучился я уже по этому делу Тему, кстати, ты очень клевую придумал У меня тоже найдется что сказать Ну а пока сообщим имя победителя, умудрившегося эту самую тему обнаружить в весьма специфичной загадке из прошлого выпуска Итак, поздравляем Ягунова Павла Чувак, обращайся за призом прямехонько ко мне Ну и переходим к самому повествованию Посвященному сегодня проекту под названием Crayon Physics Deluxe Вышедшему в свет в 2009 году из кузне студии Clooney Games На официальном сайте которой, кстати, новостей не слыхать уже два с половиной года, что, конечно, не весело Непонятно, чем сейчас занимается и главный дизайнер игры Петри Пурха, в свое время создавший прототип Crayon Physics за пять дней в рамках какого-то джема или типа того Будем надеяться, он еще даст о себе знать Хотя, конечно, повторить успех, случившийся в 2009, будет очень непросто Crayon Physics Deluxe, лично в моем понимании, входила в состав тех самых инди-игр, что когда-то пробивали дорогу в мир известности, популярности и общедоступности Именно тогда об инди начали писать крупные издательства и ресурсы Именно тогда множество игроков наконец-то осознало, что хорошая игра – это не обязательно мультиполигональная и высокотехнологичная игра Во всяком случае, так оно было по моим ощущениям Склонен согласиться А еще Crayon Physics Deluxe на некоторое время ввела моду на нарочито аскетичную дилетантскую рисовку, когда все на экране представляет о себя картинки из детского альбома для творчества Творчество – это вообще главный термин, используемый для описания Crayon Physics Ведь варианты решения, поставленной на каждом уровне задачи, здесь по сути ничем не ограничиваются Все зависит от вашей фантазии Суть в чем, на нарисованной цветными мелками локации есть красный шарик и одна или две звезды Цель – доставить этот шарик к звездам Как это сделать? Рисовать Свалившийся сверху блок, созданный игроком, подтолкнет главного героя к цели Вовремя нарисованная доска не даст ему свалиться в пропасть и так далее Да, это еще цветочки Ведь потом вы узнаете о том, что здесь можно создавать крутящиеся на осях колеса и веревки Надежно прикреплять нарисованные объекты друг к другу Да и вообще ни в чем себе не отказывать Рисовать что угодно и в каких угодно количествах Тогда-то и раскрывается весь потенциал игры Можно построить катапульту и попробовать с помощью противовеса запустить шарик в звезду А можно просто с помощью сложной системы платформ с наклонными поверхностями Направить его в нужном направлении И хоть проходить местные уровни можно бесчисленным количеством способов Все же для каждого есть тройка особых решений Олдскульная, элегантная и так называемая офигенная Таковым может стать по сути любой особо понравившийся вам нестандартный метод прохождения Кстати, надо заметить, что слово «физикс» в названии не зря присутствует С законами физики тут все в полном порядке Как в принципе и с редактором уровней Да, если вам наскучат стандартные уровни Всегда можно отыскать пользовательские на просторах интернета Или же вообще сделать что-нибудь свое Отдельного упоминания заслуживает музыкальное сопровождение Всего в игре вроде бы три или около того композиций Что в принципе немного, но все они при этом просто волшебные Умиротворяющие, лиричные, спокойные В этой музыке хочется раствориться Слушать ее можно, если и не бесконечно, то очень долго Интересно, что это творчество не одного композитора, а нескольких Что достаточно удивительно, учитывая, как треки подходят друг к другу В общем, Crane Physics Deluxe представляет из себя замечательное креативное творение Которое не только развлекает, но и помогает развивать творческие способности своего мозга В спокойной и непринужденной атмосфере Если что, продается в Steam Стоит не дешево для столь возрастного проекта 299 рублей Но, на мой взгляд, того стоит Без сомнений, долгий ящик за Steam закрывается Обратимся к нему вновь, теперь уже летом Ну, вот и подошел наш рассказ к концу А точнее выпуск Спасибо, что были с нами и до встречи через месяц Удачи! Индикатор снова в... Снова в эфире... В эфире... В эфире... Не, именно что просто череда стандартных и не очень... Ай, очень... В эфире... В эфире... В эфире... В эфире... В эфире...